Всем огромнейший привет! Канал Разгоняем Алкопояс с вами, Демус на проводе, и у нас сегодня разнообразие. Ну что, лето настало, как бы смешно это ни звучало. Погода действительно совершенно не летняя, особенно удивительная для наших южных мест. Но что поделать? Надеюсь, естественно, распогодится, и когда-нибудь, когда-нибудь все-таки закончится вся эта ситуация, я смогу что-то снять на природе. Ну, мечты-мечты. В общем, для разнообразия я взял такие вот, действительно, как я считаю, летние напитки. Это пивные напитки Dr. Diesel Hot Mix. Это все продается в КБ. Значит, у нас получилась целая линейка. До этого там продавали всего пару видов, тут вот завезли третий. Я подумал, что надо все-таки, ну так скажем, заценить это все. Итак, значит, что у нас представлено? Значит, вкус манго, красный апельсин. Значит, алкоголь у нас здесь 6 градусов, объем 0,44. Значит, состав у одного только прочитаем. Значит, и так понятно, что они будут отличаться разными там добавочками. Значит, далее пивной напиток лайм и киви. И третий наш подопытный, значит, вишня и персик. Так, давайте теперь состав. Ну, первое. Состав. Вода питьевая очищена, соло, пиво, вареный ячмень, нысь, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вкуса, ароматическая основа, в скобочках концентрированные соки двоиточие, манго, красного апельсина, черной моркови. Что такое черная морковь? Я не знаю, для меня черная морковь это либо гнилая, либо немытая. А тут прям черная морковь. Интересно. Значит, пищевой ароматизатор, краситель, желтый, хинолиновый, комплексная пищевая добавка, стабилизатор, короче, в конце хмели продукты. Значит, делает все это дело у нас Хайникин. Значит, ну, тут куча заводов, даже смотреть не буду. Ну, короче, всего здесь дохренище, естественно, в составе. Но хотя бы, в отличие от тех же там Масаев и вот подобных там напитков, это все-таки пивно здесь, ну, хоть что-то натуральное-то должно быть. И тем более, здесь у нас, как пишут, есть натуральный сок. Давайте будем теперь все это дело пробовать. Не знаю, конечно, друзья, как вам, но вот мне иногда хочется вот какую-то гадость такую взять. Вот не все же одну водку тестить. Надо и какое-то разнообразие. Я их специально охладил так хорошенько. Ну, правда, они уже теплеют, пока я делал подсъемочки. Давайте все нальем. Оп, и наш вишневенький. Слушайте, ну, выглядит достаточно насыщенно. Запах, это вообще, это что-то с чем-то. Потому что вот сразу тут открываешь, и так аж пахнуло. Так, ух, это чувствуешь химикалии, мои родные. Значит, первый у нас. Ух ты! И, слушайте, вот запах. Не знаю, у всех такой. Ху! Вот это вообще прям мощнейший запах. У меня сразу в башке такая ассоциация, как тумблер щелкнул. Что, вот кто помнит? Инвайт, Юпи. Это детский сад. Вот Зука. Вот Зука. Вот это вот было вот настоящее трэш-бомбири. И вот здесь как будто Зука. Причем вот эти два пахнут посильнее, а вот этот так послабже. Ну, по цвету. Все, в принципе, ожидаемо, как и в пузырьке. Ну что? Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. А вот подобное, конечно, наверное, еще вреднее пить. Ну да ладно. Поехали. Значит, давайте сначала с... Я сейчас буду все-таки забывать, как... Манго, красный апельсин. Вкусно. Вкусно. И достаточно... Ну, такой концентрированный вкус у него. Значит, киви-лайм. Ну, это логично, покислее. И такое ощущение, что здесь немножко борщинули с химикалиями. И... Что там, как называется? Вишня-персик. Вроде бы запах был мощный, а вкус, ну, немножко, немножко... Наверное, запах у него проигрывает, так скажем. Вот. Пока самый мощный по вкусу, это вот это вот манго-красный апельсин. Значит, Дарья по вкусу, по мощности, по мощи вкуса идет вот этот вишня. И вот это вот будет на последнем месте. Ну, по заявленному, действительно, да, ты здесь чувствуешь вкус того, что написано. Единственное, что я в душе не знаю, что такое красный апельсин. Это, наверное, для меня будет примерно как черная морковка. А здесь что? Кличный перецик. Все есть. И тут тоже все есть. Уж хотя бы киви я пробовал. Ну, что, давайте еще. Ну, что? Ну, вот, кто любит с кислинкой. С такой прям хорошо ощутимой. Может, это же чай комнат запит. Ого. Ну, демосы в Африке грязь найдет. Это нормально. Слушайте, ну, они все по-своему прикольные. Вот это будет послаще. Самый кислый. Есть небольшая кислинка. По вкусу, ну, вот, что написано, в принципе, то и получите. Давайте по ценнику. Значит, как я уже говорил, брал их в Каба. Значит, стоят они 56,89. Я, правда, не знаю, это со скидкой или нет. Ну, и, конечно же, мы продолжим. Хотя, в принципе, я не думаю, что это будет очень долгий выпуск. Что тут пить-то, как говорится. Ну, вот, определенно, вот эти вот коктейльчики. Ну, все-таки я буду называть их не пивные напитки, а коктейльчики. Потому что так привычнее, чем вот эти вот термины делебенить. Значит, мне кажется, если их охладить, и взять с собой на природу, на дачу, там, на пляж. Пока там, допустим, вы жарите шашлык и ждете уже, когда будет мясо, там, водка или коньяк, ну, можно будет и полирнуться. Неплохо так, особенно, если они будут холодные. Опять же, неплохой вариант для моей любимой шарманки спаивания девчатина. Потому что они действительно вкусненькие. И, тем более, 6 градусов. Это уже интересно. Ну, и, конечно же, я не могу не поклянчить лайков, подписочки, комментариев, колокольчиков и так далее. Друзья, за вас. Спасибо, конечно. Ну, вот, начинают теплеть. Уже, конечно, ну, не херабры, конечно, но, вот, именно ледяные. Они прям хорошие. Давайте теперь будем плавно к нашим итогам, потому что я изначально, когда не планирую что-то долгое, оно обычно получается очень долго. Поэтому я вот себе вот сейчас прям вот таймер. Все, 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 завязываем. Давайте, как обычно, устроим легкий трэш. Кстати, потом еще сделаю видос по поводу нового пива из КБ. Там штучек 5 экземплярчиков свеженьких появилось. Ну, может, они, конечно, у кого-то и раньше появились, но вот у нас прям уже определенный комплект собрался. Итак, пивной напиток Dr. Diesel Wild Mix. Значит, три вкуса у нас представлено. Значит, я их даже, наверное, сразу так поставлю, как они мне понравились. Ну, здесь каких-то оценок я ставить не буду, потому что это в любом случае, конечно же, на любителя. Многие вообще вот такие вот напитки там не признают. Ну, я вот люблю иногда, так скажем, тебя поуродовать ими. Значит, здесь вот мне больше всего понравилось. Это вот это вот манго-красный апельсин. Действительно, очень насыщенный вкус, много всего. Такой сладенький достаточно напиток. Здесь есть умеренная кислинка, поменьше вкуса. Здесь, кстати, еще забыл сказать. Здесь офигительно мощный, такой хороший химикальный запах 90-х. Ну, ностальжив. И мне меньше всего понравился вот этот слайм. Но здесь у него есть свои плюсы, потому что он не сильно сладкий. Он достаточно кисленький, опять же. Ну, кто это любит, вот, зайдет на раз. Естественно, все это дело лучше охладить. И охладить действительно так мощнейше. Потому что вот, когда начали теплить, уже мне не так уже сильно стали заходить. Короче, вот такая вот получается у нас штукенция. Теперь попробуем. Вместе они не то. Ну, опять же, я же говорю только субъективное мнение. Другого я говорить не могу. Ну что, давайте закругляться. Я уверен, что у всех настанут по-настоящему летние деньки. И придет то время, когда мы сможем выбраться на природу, на пляж, да куда угодно. И не бояться каких-то санкций. Ну и помните, что демус-алкоблогеру верить нельзя. Он ничего не понимает. Давайте, друзья, за вас и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok